Уважаемые гости, мы приветствуем вас на нашей встрече. Компания Кодерлайн приветствует вас. Вы видите на экране наши телефоны и наши контакты в телеграмме и соответственно адрес сайта. Мы будем рады оказать вам любое содействие в работе с программами 1С, семейства 1С, то есть это и доработка и все что касается вокруг этой деятельности, то есть внедрение, сопровождение, обновление, доработки программы под ваши нужды. Ну то есть любое, любые действия, которые связаны с программированием, среди 1С, обменами и так далее. Программа нашей сегодняшней встречи посвящена изменениям, которые у нас происходили в налоговом учете, в налоговой отчетности, в административных мероприятиях, которые требуется выполнить для того, чтобы встретить Новый год во всеоружии. То есть проговорим про самые значимые обновления, которые произошли, то есть про единый налоговый платеж, про объединение взносов, про зачеты, которые можно выполнять в этом году в связи с тем, что введен единый налоговый платеж, единый налоговый счет. Ну, собственно, вот вы видите, о чем мы поговорим, это про НДФЛ, про новые форматы отчетов, про отмену справок и так далее. И поговорим еще о настройках программы, которые, в принципе, уже должны были быть выполнены, но, может быть, вы что-то упустили из внимания. То есть поговорим на эту тему. Как будет происходить наша сегодняшняя встреча? Нормативную информацию я буду показывать на наших слайдах. И параллельно мы будем обращаться к демо-версии программы. Сейчас я туда переключусь. То есть смотреть мы будем с вами на примере базы ERP. И обращаю отдельное внимание на то, что сведения о программе мы можем с вами посмотреть вот по такой пиктограммке. Значит, здесь мы видим, какая у вас платформа установлена и какой релиз конфигурации. Почему это важно именно в текущем моменте? Потому что, извините, я переключилась, потому что при нынешней скорости изменения очень важно, чтобы у вас был последний релиз, в который уже включены новые формы, новые бланки. Ну, соответственно, чтобы вам не приходилось потом переделывать и искать, где же это все новое находится. На самом деле, вот наш релиз, на котором мы сегодня будем работать, снова возвращаюсь сейчас к нему. Наш релиз не совсем-совсем последний. Это совершенно сознательно сделано, потому что последние релизы выходили, ну вот, практически на... Уже и после Нового года были введены изменения в некоторой бланке. Изменения вносились уже в этом году, хотя приняты они были в прошлом году еще. И, собственно говоря, в общем-то, нам на это надо будет обратить отдельное внимание. И я по ходу нашей встречи объясню, почему. Ну, снова переключаемся на наши слайды. Итак, то есть, во-первых, в связи со всеми изменениями был усилен контроль за уплатой, именно уплатой налогов и взносов. С 10 января предоставления отсрочки и рассрочка по налогам и взносам тоже были обновлены. И обратите внимание, то есть этим можно пользоваться и, соответственно, ну, стоит это делать. Также с 1 января необходимо направлять либо уведомления. Первоначально было жесткое условие, что нужно направлять именно уведомления и не шагу влево. То есть уведомления о суммах налогов, которые налоговая инспекция должна распределить по различным КБК. Потом появилось немножко послабление, потому что с этой формой, с единым налоговым платежом был связан другой пилотный проект. Это внедрение автоматизированной упрощенной системы налогообложения. И там одно ограничение, которое исключало применение этого режима налогообложения для предприятий, которые применяют единый налоговый платеж. Но поскольку с 1 января все предприятия обязаны применять единый налоговый платеж, что возникала такая коллизия, что все обязаны, поэтому никто не сможет воспользоваться автоматизированной упрощенкой. Поэтому было принято решение о том, что с 1 января можно выбирать, либо вы применяете уведомления о налогах, то есть вы это уведомление отправляете в налоговую инспекцию, и она уже автоматически разносит ваши платежи по нужным получателям. Либо вы можете так же, как и раньше, направлять платежные поручения с указанием конкретных сумм налогов на конкретные КБК. При этом, если вы допустили какую-то ошибку в таких платежках, или начали применять именно систему уведомлений, то перейти обратно с уведомлений на платежные поручения вы уже не сможете. То есть вы будете обязаны применять уведомления уже на постоянной основе. Ну и, соответственно, форма уведомления была немножко изменена. У нас очень много писали на разных ресурсах информационных, юридических, типа консультанта, гаранта и так далее, о том, какая должна быть форма этого уведомления, какие должны быть реквизиты заполнены в платежных поручениях, если вы выбрали альтернативный вариант. Ну, то есть достаточно много было материалов по этой теме. Еще один момент. То есть с 1 января своевременность и полноту уплаты налогов контролируют уже налоговики через единый налоговый счет. То есть вы перечисляете туда деньги, и налоговая инспекция сама погашает недоимки, ну, соответственно, если возникли пени, штрафы и так далее, в строго хронологическом порядке. То есть сначала погашаются более ранние, потом более поздние. И еще один момент. Ну, вот это, скажем так, приятная новость. С 1 января изменили уже официально, в официальном порядке, порядок зачета и возврата налоговых платежей. Если вдруг вы сильно промахнулись и переплатили, то на самом деле можно написать заявление на зачет или на возврат налоговых платежей. Но при этом нужно помнить, что никуда не делась, ну, скажем, такая полуофициальная установка, что как только вы заявили хотя бы рубль на возврат из бюджета, ваше предприятие попадает под камеральную проверку. То есть, в принципе, вот с изменением, все документы, переписка, которая касается возврата налоговых платежей, контролируется особенно жестко, и нужно быть готовым к тому, что если вы все-таки реально переплатили и хотите вернуть эти деньги, то в этом случае нужно быть готовым к тому, что вас будут камералить. Ну, и если, допустим, сумма не такая критичная, то переплату, естественно, можно оставить на счете, и при последующих платежах она спокойно пойдет в зачет необходимых сумм. Кроме того, что были внесены вот такие изменения, нужно напомнить еще про одну вещь. Поскольку были изменения и касающиеся объединения фондов и единого налогового платежа, то в первую очередь нужно проверить учетную политику, то есть ее стоит подкорректировать и, ну, соответственно, привести в соответствие с нынешними требованиями. Требования, на самом деле, достаточно не новые, про них тоже много писали, и связаны они с тем, что были приняты новую ФСБУ. Ну, самые громкие, скажем так, это вот эти два ФСБУ по основным средствам и по капитальным вложениям, потому что там очень много и новых терминов, и новый подход задекларирован к основным средствам. Ну, в частности, самый, наверное, такой обсуждаемый был то, что отменена стоимостная планка, если можно так сказать. То есть если у нас раньше основным средством можно было назвать то, что попадает под параметры, что использование свыше 12 месяцев и стоимость там, например, свыше 40 тысяч через свыше 100 тысяч, была разница в налоговом и в бухгалтерском учете, то сейчас стоимостная оценка убрана и осталась только одна по сроку службы. То есть если это срок службы свыше 12 месяцев, то, соответственно, это уже основное средство, причем независимо от того, предполагается оно к дальнейшей продаже или к собственному использованию. Ну и капитальные вложения в ФСБУ-26 – это, собственно, регулировка, что входит в состав затрат, а что не входит в состав затрат. Еще два новых ФСБУ – это положение по документообороту, то есть с марта текущего уже года у нас вводится электронный документооборот, и 25-е ФСБУ, в принципе, ну как бы оно наиболее ранее по происхождению – это по аренде. И на что хочется обратить внимание, то есть когда вы будете корректировать свои учетные политики, обратите внимание на то, что 22-й год учитывался как переходный период для применения 6-го и 26-го ФСБУ, и, соответственно, там были переходные моменты. То есть когда вы будете смотреть, проверять свою учетную политику, переходные моменты необходимо будет удалить. Следующий момент, то есть, естественно, изменения коснулись и других налогов, то есть это налог на имущество, транспортный налог, земельный налог, ну и сюда же затисывались экологические платежи. Ну то, что касается вот ближайших таких событий по этим налогам, то не позднее 27-го марта мы должны сдать декларацию по налогу на имущество. И обратите внимание, что эта декларация будет за 22-й год, и необходимо ее уже по обновленной форме предоставлять. То есть это как раз мы возвращаемся с вами к тому моменту, сейчас я снова переключусь на демо-версию, это к моменту о том, что нужно проверить, какая у вас установлена конфигурация, какой релиз, и, соответственно, если у вас релиз, ну скажем так, не включает последнее обновление, то необходимо будет обновить программу, актуализировать. Естественно, этим лучше заняться заранее, не в последний день сдачи таких отчетов. И еще раз уж мы с вами переключились на демо-версию, я хочу обратить ваше внимание вот на какой момент. То есть все, что касается регламентированной отчетности, ну всех бланков переписки с налоговыми органами и так далее, располагается у нас в регламентированный учет. Здесь у нас сделала 1С-отчетность, и вот здесь я хочу ваше внимание, что 1С-отчетность – это не только название конкретного подрела программы, но это еще и название дотки, которое позволяет сдавать налоговую отчетность и переписку с налоговыми органами напрямую, то есть прямо на сайт ФНС, минуя операторов в связи, то есть там, например, ТКС, Астрал, СБИС+, и так далее. Скажем так, один из приятных моментов – это то, что предприятия, которые подписаны на ИТС-ПРОФ, могут одно юридическое лицо подключить к этому сервису бесплатно. Если у вас ИТС-Техно, в этом случае вам будет не платить за использование этого сервиса, но сумма достаточно демократичная, то есть это порядка 4 тысяч в год, то есть если мы эти 4 тысячи разделим на 12 месяцев, то получится, в общем-то, сумма достаточно дружественная. Зачем это надо? Надо это на самом деле для того, чтобы можно было быстрее реагировать на информацию от налоговых органов. И, в общем, как бы нас больше всего интересует в этом разделе два момента, то есть уведомления, сообщения и заявления и личные кабинеты. К этому вопросу мы вернемся немножко позже, в конце нашей встречи, но сейчас я хочу на это обратить внимание, чтобы вы были готовы к тому, что как бы не только нормативная документация меняется, но и меняются сервисные функции, подстраиваются под нынешние реалии. Снова возвращаемся к нашим слайдам. И следующий момент – это когда должны быть предоставлены эти документы, то есть эти декларации – это отчетность. Значит, не позднее 27 марта, как я уже сказала, мы должны будем сдать декларацию по налогу на имущество за прошлый год. С 1 марта этого года действует новая форма декларации по охране окружающей среды – НВОС. то есть это сбор мусора, выбросы, выхлопы, ну, то есть все, что касается охраны окружающей среды. Не позднее 28 февраля, то есть конца вот следующего месяца, нужно перечислить налоги за 22 год. Обратите внимание на даты, потому что с 1 января этого года изменены даты по предоставлению отчетности по уплате налогов. То есть в связи с введением единого платежа у нас, соответственно, действует что мы должны не позднее 25 числа направить уведомления в налоговую инспекцию о суммах, которые должны быть зачислены разным получателям. И не позднее 28 числа обеспечить наличие на вашем едином налоговом счете суммы, которые необходимы для того, чтобы вы могли полностью обеспечить не позднее уведомления о сумме счета. В роли налоги за 22 год и 27 уведомления об этих налогах. На самом деле, если мы сейчас с вами посмотрим календарь, то мы увидим, что вот у нас февраль месяц и, соответственно, 27 и 28 у нас рабочие дни, 23 у нас выходной день, то есть фактически у нас остается 24, 25 и 26 у нас переносится, соответственно, на два других дня, если у вас есть какая-то отчетность дополнительная индивидуально вашего предприятия, то срок переносится на понедельник. Но, несмотря на то, что очень близкие сроки, то есть 27 и 28 февраля, это необходимо сделать, естественно, своевременно, если вы не хотите платить пенем за задержку. С первого января, то есть с начала года, действует форма пояснений по сумме налога на имущество, которую начислила инспекция. То есть если у вас возникли какие-то расхождения и налоговики запросили с вас пояснение, пересчет или еще какие-то действия с этим связаны, то вы должны уже по вот этой форме. И с первого же января действует новая форма сообщения о наличии у организации транспорта и недвижимости. Напомню, в принципе, дела уже давно минувших дней, но раньше баланс не принимался без отметки военкомата, о том, что у вас числятся на балансе какие-то транспортные средства или спецтехника. То есть на самом деле это просто отсылка к давно применяемой практике. Следующий момент, на котором мне хотелось бы остановиться, это по НДС налогу на прибыль. То есть это у нас от ряда НДС налог на прибыль и упрощенка. То есть не позднее 25 апреля необходимо подать уведомление о сумме авансового платежа по ОСН. Не позднее 25 апреля нужно сдать декларацию по НДС за первый квартал уже этого года. И обратите внимание на то, что эта декларация тоже должна быть сдана по новой форме. Не позднее 25 апреля нужно сдать декларацию по налогу за прибыль за первый квартал. То есть, как вы видите, 25 числа – это дата предоставления отчетности по налогам, начиная с этого года. Не позднее 28 марта вы должны заплатить налог по ОСН, про который подали уведомление вот на три дня раньше. Не позднее 27 марта нужно сдать декларацию по налогу на прибыль за год. То есть за 22 год. Как вы помните, мы должны закрыть год и отчитаться, то есть сдать и балансы, и все соответствующие декларации за 22 год. Не позднее 30 марта. Не позднее 27 марта организациям нужно сдать декларацию по ОСН за 22 год. И не позднее 30 января, то есть практически уже через 4 дня, необходимо перечислить НДС. С 1 января у нас установлены лимиты доходов для сохранения права на упрощенку. Вот здесь тоже хотелось бы обратить ваше внимание на то, что в 22 году у нас по упрощенке тоже действовал переходный период. То есть это подразумевало, что если вы превысили по какому-то показателю лимиты, то есть, например, по доходам, по численности, то действовал переходный период, когда вы могли применять упрощенку, то есть не теряли право на применение упрощенки, но должны были заплатить налоги в повышенном размере. Ну, то есть, например, вместо 6% 15%, вместо 15% 20% и так далее. Единственное, переходный период не затрагивал стоимость основных средств, то есть когда вы превышали, например, по доходам, вы могли применять упрощенку, то есть не теряли право на ее применение. Когда вы превышали лимит, то есть лимит был установлен 130 человек, а, например, у вас было 135 человек, в этом случае вы тоже не теряли право на применение упрощенки, но должны были применить повышенную ставку. А в этом году у вас уже установлены новые лимиты, но, как мы уже говорили, про переходный период нужно внимательно просмотреть вашу учетную политику и сделать корректировку, то есть отменить требования, которые применялись для переходных периодов. С 1 января также изменился порядок возмещения НДС. То есть вот это самые сложные, самые болезненные вопросы, которые у предприятий по налогам могут возникнуть. Как утвердить изменения учетной политики? Вот это хочется еще один раз напомнить, заострить ваше внимание, что если вы пересмотрели свою учетную политику, ввели какие-то изменения в соответствии с новыми правилами жизни, то эти изменения в обязательном порядке нужно утвердить приказом и, соответственно, самой по себе новой учетной политики, но здесь есть вариации. То есть мы можем не менять учетную политику как таковую, а утвердить перечень изменений, которые вносятся к учетной политике. В этом случае вы свою учетную политику оставляете, как она была, но к ней появляется перечень изменений, ну, естественно, утвержденный директором, то есть все как положено. Либо вы можете утвердить полностью новый документ, учетная политика, ну, то есть в новой редакции, где уже писать все эти новшества, которые вы там будете применять. Здесь чаще всего решение принимает главный бухгалтер, то есть если у вас, например, все было стандартно, но изменилось там какие-то один-два параметра, то такие единичные изменения проще вносить перечислением вносимых изменений, то есть не переделывать полностью учетную политику. Соответственно, при этом оформляется приказ по организации, и она вступает в действие. Унифицированного шаблона для таких приказов не существует. Главное, чтобы он был оформлен в соответствии с общими требованиями. То есть, возможно, это будет на бланке организации. Должны будут присутствовать подписи утвердившего его лица, то есть руководителя или, если еще и главбух имеет право, подписи, ну, то есть, соответственно, должностными лицами. И обязательно указывается на какой год. И вот здесь необходимо уточнить, точнее, обратить ваше внимание, что приказ на учетную политику этого года, то есть, 23-го года, должен быть датирован до 31 декабря 22-го года. Только в этом случае новая учетная политика будет действовать на этот год, то есть на 23-й год. Если вы, например, приказ об учетной политике оформите, например, 1 января, то в этом случае ваша учетная политика начнет действие с 1 января 24-го года. Вот эту тонкость обязательно нужно учитывать и не забывать. Собственно говоря, сейчас мы с вами перейдем в демо-версию, в демо-программу, и я просто хочу напомнить, где у нас находится учетная политика, как мы можем ее скорректировать. То есть мы с вами должны перейти в раздел «Инсы и администрирование», то есть на информативно-справочную информацию и администрирование. И здесь нас интересует подменю «Организация». То есть если вы в первичных стартовых настройках указали, что у вас мультифирменный учет, то есть вы введете много юрлиц в конфигурации, то у вас, соответственно, будет здесь достаточно большой перечень, то есть журнал ваших юридических лиц. И, соответственно, вы должны будете у них у всех проверить учетную политику. Если у вас крупная организация, и вы работаете по одному юрлицу, ну, соответственно, у вас в этом журнале будет одно-единственное юрлицо. И в этом случае жить вам будет немножко легче, потому что нужно будет только одну организацию корректировать, только одну учетную политику. Но в этом случае хочу напомнить, вот именно в моменте настроек у нас с бухгалтерией есть достаточно существенные различия. То есть если вы работаете в конфигурации бухгалтерия, то здесь надо помнить о том, что несмотря на то, что в ERP полностью как бы перенесены блоки зарплата, блоки бухгалтерия, ну, еще некоторые другие, но, тем не менее, они отличаются по функционалу. Функционал сохранен полностью, но, во-первых, немножечко по-другому расположен, а, во-вторых, есть такая особенность. Допустим, в бухгалтерии, когда мы работаем, мы сразу видим весь функционал, который у нас предусмотрен в этой конфигурации. Ну, например, если вы используете бухгалтерию корп, то у вас сразу доступна вам возможность работы с обособленными подразделениями и так далее. Если мы работаем в конфигурации ERP, то у нас многие блоки необходимо дополнительно активировать. То есть изначально они скрыты и, ну, скажем так, в видимости, в доступе оставлены только общераспространенные, ну, наиболее массово используемые. И, соответственно, когда мы говорим про учетную политику, то есть вы видите, пока я вам рассказывала, у нас открылась карточка юрлица организации, и мы сейчас с вами переходим на закладку «Учетная политика». И вот здесь, значит, когда мы с вами применяем учетные политики, мы можем настроить одну учетную политику, ну, например, у вас есть 3-4-5 юрлиц, которые все работают на общей системе налогообложения и все, ну, скажем так, применяют однотипные учетные политики. В этом случае вы можете создать одну учетную политику и для каждого вашего юрлица выбрать эту одну уже составленную учетную политику. Ну, здесь, на самом деле, у нас, видите, с вами достаточно просто. То есть есть разделы, по которым надо корректировать учетную политику и через ссылку «Изменить» мы попадаем уже в конкретный раздел, в конкретное диалоговое окно. Ну, и, соответственно, проставляем здесь флажки, которые касаются того, что нам нужно. Ну, естественно, мы должны проставить, уплачивается единый налоговый платеж, хотя слово «естественно» здесь не вполне, наверное, подходит, потому что если вы попадаете территориально, вы располагаетесь, например, Москва, Московская область, Калуга, Калужская область, Татарстан, то есть это пилотные регионы, в которых применяется автоматизированная упрощенная система налогообложения, то вот в этом случае вы не должны проставлять, уплачиваться единый налоговый платеж. Если вы все остальные, то есть кроме Москвы и Московской области и тех, кого я перечислила, то вы вот здесь галочку «Естественно» ставите. Ну, и указывайте, с какого момента действует данная учетная политика. Нет, нам не надо сохранять. И точно так же учетная политика по финучету, по бухучету и по учету налога на прибыль. То есть, видите, вот каждый из этих разделов вам нужно просмотреть и, если требуется, подкорректировать. И есть раздел «Настройки учета НДСа» и «По налогу на имущество». Видите, вы можете скопировать, то есть у вас, допустим, есть учетная политика, они почти одинаковые, но где-нибудь там в одном-двух пунктах расходятся. В этом случае вы можете скопировать себе другую, уже использованную учетную политику, ну, соответственно, изменить ее так, как вам требуется. Так, мы сейчас это закроем. Вот так оставим. И вернемся снова к нашим слайдам. Значит, мы с вами поговорили о том, как можно изменить учетную политику, как это оформить. И теперь мы поговорим про уведомления. То есть, в связи с введением единого налогового платежа, как я уже говорила, мы можем применять два варианта действий. То есть, либо отправлять уведомления в налоговом спец, либо отправлять платежные поручения. Сама по себе форма уведомления о едином налоговом платеже введена еще в марте прошлого года. То есть, там, скажем так, облегченный вариант заполнения. То есть, мы указываем и на плательщика, и сумму единого налогового платежа. Но в самом уведомлении только этими двумя реквизитами уже не обойдешься. То есть, в самом уведомлении должны быть указаны дополнительные реквизиты. Вы видите перечисление этих реквизитов на экране. Сделаем вот так, чтобы было больше структурировано. Но, кроме того, что мы видим, как должны быть заполнены уведомления, здесь нужно обратить внимание, и вот еще на что. Что, на самом деле, несмотря на то, что налоговое уведомление было принято еще весной прошлого года, форма бланка тоже была изменена. И, соответственно, для того, чтобы применять новую форму бланка, вам нужно проверить релиз, чтобы в нем уже были новые данные, то есть обновленные сведения о бланках для регламентированного учета. Еще на чем стоит обратить, остановить внимание, это в том, что одно налоговое уведомление может содержать сведения о нескольких что налогах, что сборах. То есть, вы, например, хотите отразить несколько платежей. Если вы делаете платежки, то на каждый платеж, на каждый налог вы должны сделать отдельную платежку. То есть, например, там на перечисление транспортного налога, одна платежка, на перечисление, допустим, налога на имущество, другая сумма. А уведомление может содержать сразу указание на несколько платежей. То есть, вы, например, можете включить и страховые взносы, и НДФЛ. То есть, в этом случае для тех, кто будет работать с уведомлениями, жить немножечко попроще, потому что документов вам придется составлять меньше. Для тех, кто будет работать с платежными поручениями, увы, но придется по-старому на каждый делать отдельный документ. Как выглядит само по себе это уведомление? Вот мы сейчас с вами на слайдике посмотрим. Мы в слайд включили, обратите внимание, конкретно указание на релиз. То есть, видите, если сейчас здесь я вам показывала, что был приказ от 2 марта 2022 года, ну и, соответственно, ссылка на форму, то в самой ныне действующей у нас уже приказ от 2 ноября 2022 года, ну и практически другая кодировка, другой штрих-код и так далее. И форма ПНД. Ну, на самом деле, это очень незначительные изменения, поэтому просто достаточно один раз посмотреть и разобраться, чем они отличаются. Это у нас с вами титульный лист. И, собственно, само уведомление состоит из двух листочков. Титульный лист, который мы с вами сейчас видим, и само по себе уведомление, в котором содержится указание на то, что, куда, кому должна налоговая инспекция распределить. У нас еще одно такое вкусное есть изменение. То есть, с 1 января прошлого года были внесены изменения в 78 и 79 статьи Налогового кодекса. И эти изменения предусматривают возможность зачесть излишнеуплаченный налог, то есть переплату по налогу в счет предстоящих платежей и погашению недоимки не только по налогам, но и по страховым взносам. То есть, например, пенсионное страхование, включая пении и штрафы. Почему я на этом заостряю внимание? Потому что, если помните, до этого постановления у нас была возможность зачесть переплату по налогу, например, по налогу на прибыль, то есть федерального налога, только в счет федеральных платежей, федеральных налогов. При этом не учитывалась возможность зачесть переплату в счет сборов, например, по пенсионному обеспечению. Теперь такая возможность имеется, закреплена законодательно и, соответственно, мелочеприятна. То есть теперь мы можем проводить зачеты не только между разными видами налогов, то есть и федеральными, и региональными, но и между взносами на соцобеспечение и, соответственно, какими-то федеральными налогами. Ну, как я уже говорила, в соответствии с первым пунктом 79-й стадии говорено, что возврат налогоплательщику излишне взысканного налога при наличии недоимки по другим налогам будет производиться только после того, когда налоговая зачет переплату в счет недоимки по другим платежам. То есть если у вас, например, по прибыли стоит переплата, а по НДСу или по пенсионным отчислениям недоимка, то вам не вернут переплату по прибыли, а сначала погасят все другие задолженности. Ну, как говорится, что бюджет пропал, то обратно уже достаточно проблематично добывать. Еще один момент, это касается налоговой политики и что необходимо в обязательном порядке проконтролировать. Ну, во-первых, если вы все-таки оказались в числе счастливчиков и можете применять автоматизированную упрощенную систему налогообложения, то в этом случае вам придется сменить полностью налоговую учетную политику, потому что требования достаточно разные. Требования не только касательно лимитов, то есть, например, на обычной упрощенке у вас там, например, 219 миллионов, то на автоматизированную упрощенную систему налогообложения у вас только 6. То есть если там у вас 130 человек лимит, то здесь у вас только 5. Ну и, соответственно, если вы являетесь приобретателем, то есть если вы приобретаете российское, именно российское программное обеспечение или радиоэлектронную продукцию, которая перечислена в российском реестре, то вы имеете право применять повышающие коэффициенты. Вот в этом случае вам тоже нужно будет вносить исправление в учетную политику. Или если вы хотите использовать инвестиционные вычеты, которые связаны с IT-сферой. То есть вот в этих трех случаях вам надо полностью пересматривать учетную политику и адаптировать ее уже к нынешним условиям. Сейчас мы с вами еще раз переключимся. Это слайд, который мы с вами уже смотрели в демо-базе. Сейчас мы с вами снова переключимся туда. И я хочу показать еще пару моментов. То есть я переключаюсь в демо-базу. Мы с вами снова открываем нашу учетную политику, то есть карточку организации. И кроме того, что мы в учетной политике, ну, естественно, просматриваем систему налогообложения, налог на имущество. Обращаем внимание вот на такую ссылочку. То есть программа автоматически после того, как вы ее заполняете, определяет объекты с особым порядком налогообложения. То есть, возможно, у вас есть объекты, которые вы должны учитывать по кадастровой стоимости. Или вы можете задать порядок уплаты авансов по налогам, если у вас предприятие в какой-то мере имеет какие-то индивидуальные особенности в этом плане. И, соответственно, еще на одну закладочку обратить внимание, про нее мы еще не говорили. То есть это кроме закладочки «Учетная политика и налоги», есть еще закладочка «Зарплата и кадров». И вот здесь все предприятия, вне зависимости от того, какая система применяется, или являетесь ли вы малыми, или вы, наоборот, мегакрупные, должна обратить внимание на воинский учет. Как вы все помните, у нас были мероприятия по мобилизационным действиям. И вот здесь выяснилась замечательная ситуация, когда малые предприятия, ну, где, допустим, немного людей, просто не вели воинский учет. Хочу сделать акцент на том, что все предприятия, независимо от форм собственности и от применяемой системы налогообложения, должны вести воинский учет. Настраивается это у нас в программе, и, в принципе, реализовано очень удобно. То есть если вы вообще не вели воинский учет и ни сном, ни духом не подозревали, что вы должны это делать, исправить ситуацию очень несложно. То есть мы с вами должны перейти вот после учетной политики на закладочку зарплаты кадры. И здесь у нас есть отдельный раздел воинского учета. Но чтобы здесь была не только ссылка, а уже и, так сказать, содержание, мы должны в разделе инсы и администрирования выбрать подраздел кадры и здесь активизировать нужные нам подразделы. То есть, видите, здесь мы ставим вот такие чекбоксы, то есть зеленая птичка, и интересует нас воинский учет. То есть мы проставляем флажок, что воинский учет ведется. В этом случае у нас в разделе воинский учет появляются записи и гиперссылка. Кроме того, что ведется воинский учет, мы должны определить, ну, скажем так, рамки этого воинского учета. То есть есть ли у нас граждане, которых можно забронировать на период мобилизации. Ну, то есть сейчас это у нас IT-специалисты. Есть целый перечень специальностей, которые не подлежат мобилизации. То есть, соответственно, в этом случае мы проставляем вот здесь вот чекбокс, и, соответственно, у нас появляется и дополнительная отчетность, и дополнительные сведения, которые мы в программу должны будем внести. То есть в диалоговых окнах появляются новые строки, в которые мы должны будем записать сведения. И необходимо ли нам ввести специальности сотрудников. Ну, то есть в этом случае здесь вот тоже должна быть проставлена галочка. Возвращаемся снова к нашим карточке организации. Сейчас программа подумает. Мы, наверное, пока вернемся, пока она думает, вернемся к слайдам. Ну, собственно, вот наша учетная политика, и вот наша закладочка зарплаты и кадры. И перейдем к такому моменту, как... Что же у нас еще? Мы должны не забыть указать налоговую, указать в учетной политике. Мы с вами проговорили про основные изменения в налоговом учете, ну, скажем так, про атрибутику, то есть какими документами это сопровождается, но мы не поговорили про дополнительные рабочие планы счетов и про первичные документы. То есть график документа оборота, это те, кто работал с аудиторами, знают. Это, в принципе, обязательно требование всегда, и достаточно давно уже предъявляемое. Формы разработанных организаций первичных документов тоже могут быть, могут не быть. А вот рабочий план счетов, к сожалению, в этом году в обязательном порядке должен быть изменен. То есть необходимо будет ввести некоторые дополнительные субсчета. Ну, например, при работе с единым налоговым платежом мы должны будем добавить, например, на 68-й и 69-й счет дополнительные субсчета, которые будут выполнять роль транзитных субсчетов для учета единых налоговых платежей. И в обязательном порядке должны быть документы, учтенные в учетной политике, в которых прописаны правила проведения инвентаризации и правила определения существенности ошибок. Ну, если правила определения существенности ошибок это достаточно распространенный, давно используемый показатель, то вот правила проведения инвентаризации, на них надо обратить особое внимание, потому что в большинстве случаев эти правила либо нарушаются, либо не исполняются вовсе, либо они прописаны. Ну, то есть всегда с ними бывают сложности именно административного порядка, по которым, ну, собственно, предприятие должно жить и осуществлять вот эти процедуры. Собственно говоря, именно инвентаризация, то есть по обязательному требованию обязательная инвентаризация должна проводиться один раз в год, не реже одного раза в год, по состоянию на 31 декабря. Ну, а дополнительные инвентаризации могут производиться в любое время, которое вы определите в любом учетной политике. То есть, допустим, с регулярностью раз в месяц, раз в квартал, раз в полугодие. Ну и, соответственно, кто и что должен проверять. То есть должна быть указана инвентаризационная комиссия, либо постоянная, либо правила ее формирования. И, соответственно, сроки проведения инвентаризации, сроки обработки сличительных ведомостей и порядок фиксации результатов инвентаризации. Еще раз остановлю ваше внимание на новых субситах к счету 68. Ну, то есть это, к сожалению, сейчас необходимо будет сделать в обязательном порядке. И по ФСБУ-25, про него мы тоже с вами еще не говорили. Вот здесь это ФСБУ, которое касается аренды. И несмотря на то, что оно принято было достаточно недавно, то есть 18-й год, с этого года в этот стандарт тоже введены две поправки. То есть в состав арендных платежей, согласно этим поправкам, будут формироваться суммы только с исключенными суммами НДС. Оговорка про иные выключаемые суммы налогов, которые не должны входить в арендные платежи, в этом редакции у нас исключена. То есть теперь она у нас там не присутствует. Если арендованный объект попадает в те, по которым арендатор должен выполнять переоценку, то арендатор может выбирать либо проводить переоценку права пользования активом. Обратите внимание, аббревиатура ПВА встречается достаточно часто. Чтобы не искать, что оно обозначает, это право пользования активом. То есть в этом случае арендатор может выбирать, применять ее или не применять. В прежнем варианте этого ФСБУ такого выбора не было. И, естественно, это надо учитывать. То есть если у вас на, допустим, 23-й год или на последующие года, или уже есть финансовая аренда, то бишь лизинг, то это тоже надо учитывать. В особенности лизинг, если он у вас есть. А если у вас есть только операционная аренда, то есть в этом случае возможно дополнение в учетную политику вам и не потребуется. Если у вас есть решение о том, что вы в добровольном порядке начали применять какие-то ФСБУ до того, как они стали общеобязательными, то, соответственно, в этом случае вы тоже должны сделать запись в учетной политике. И вот сейчас это касается 14-го ФСБУ. 14-2022. Это ФСБУ по учету нематериальных активов. В этом случае обязательно в учетной политике следует прописывать способ такого перехода, ретроспективный или альтернативный. Мы сейчас не будем углубляться в обсуждение разницы между этими переходами, а переключимся снова с вами в демо-базу и поговорим еще вот о чем. Так, это мы закроем, чтобы нам уже не мешалась эта ненужная информация. И вернемся с вами к регламентированному учету, раз уж мы затронули снова учетную политику, то, соответственно, после того, как мы ее настроили, вот операции, извините, регламентированный учет, господи, не туда, я вот смотрю. Значит, после того, как мы с вами настроили организацию с учетной политикой, мы переходим в регламентированный учет и интересуют нас, как я уже говорила, не сами регламентированные отчеты, потому что их и публикуют много достаточно, всяких информационных ресурсов. И если вы следите за обновлениями, они автоматически появляются у вас, ну, как бы достаточно в рабочем порядке. А интересует нас система связи с налоговыми органами, то есть это уведомления и личные кабинеты. То есть регламентированные отчеты – это журнал уже созданных каких-то регламентированных документов, декларации, балансы и так далее. Дальше идет вот такой перечень функций. Если мы переходим в журнал, то этот же перечень мы видим в верхней линейке меню. И нас с вами интересуют здесь два момента. Первое – это уведомления. И второе – это личные кабинеты. Уведомления нас интересуют. Почему? Потому что на определенные действия налоговых органов отводится очень небольшое время для ответа. То есть, как вы помните, в прошлом, в 2021 году был принят перечень показателей, по которым налоговая инспекция может признать отправленной ей в обычном порядке с ненарушенными сроками. Ну, то есть, когда вы соблюдали все требования, отправили отчетность, налоговая может признать эту отчетность непредоставленной. В каких случаях, с чем связаны, как бороться? Значит, связано это именно с перечнем ситуаций, в которых это может произойти. Эти ситуации включают в себя недостоверность подписей в большинстве случаев. То есть, что ваша отчетность, декларация или какие-то любые другие документы подписаны. Не КЭП, то есть квалифицированная электронная подпись, которую с прошлого года выпускают только налоговые органы, а какой-то другой. То есть, раньше выпускали, например, операторы ТКС, то есть БИС, КОНТУР, АСТРАЛ. С прошлого года только налоговые органы. Второе. Если ваша документация отчетная подписана лицом, не имеющим полномочий. То есть, например, срок действия подписи истек или вообще электронная подпись, выписана на Сидорова, подписывал Иванов. Если отчетность подписана умершим лицом, ну что, согласитесь, тоже нонсенс, или дисквалифицированным лицом, то есть подпись под директор, у которого на момент подписания вашей отчетности не была снята дисквалификация. Достаточно часто встречающийся момент, когда подписано лицом, руководителем, в отношении которого в ЕГРЮ или в ЕГРИП сделана запись, что о нем представлены недостоверные сведения. Звучит очень страшно. На самом деле, достаточно распространенная ситуация. То есть, человек, например, по возрасту поменял паспорт или вступил в брак и поменял фамилию. То есть, кадровые работники могут об этом не знать, если это крупное предприятие. Ну и, соответственно, если они плохо выполняют свои обязанности, то это должна была возникнуть. В этом случае цивное действие. Во-первых, подавать сведения об изменении, допустим, паспортных данных, ну а во-вторых, предпринимать усилия, чтобы исключить свое предприятие из их черных списков, в которые оно угодило из-за такой ситуации. Ну и самая неприятная причина, которая, к сожалению, тоже часто встречается, это налоговики могут отказать вам и признать вашу отчетность непредоставленной, если вы допустили ошибки в контрольных соотношениях. Ну, чаще всего это возникает в отчетности по РСВ, то есть персонифицированный учет, и возникнуть может как из-за арифметических ошибок, так и из-за обычных неправильных округлений. В этом случае, когда налоговые органы признали вашу отчетность непредоставленной, они должны вас уведомить, то есть вы должны получить уведомление и, соответственно, отреагировать на него, предоставить либо пояснение, либо исправление в достаточно короткий срок. То есть там вы должны, ну, чаще всего это либо предоставить пояснение, либо сразу исправить, нести исправление в игре, в грипп и так далее. То есть вот для таких случаев, для более быстрого реагирования, нас интересует пункт уведомления. Ну и, естественно, поскольку сейчас у нас уже применяются прямые выплаты по ФСС, и применяются, будут применяться, вернее, уведомления по автоматизированным упрощенкам, то нас интересуют личные кабинеты, где можно посмотреть все сведения. Вот это на самом деле очень удобная функция, даже несмотря на то, что первоначально кажется немного тяжеловесным именно регистрация. То есть, например, мы с вами переходим в личный кабинет налогоплательщика. В этом случае мы с вами сразу оказываемся на сайте налоговых органов. Единственное уточнение, что здесь у нас тогда должна быть, вот у меня, по-моему, долго будет запускаться, то есть у вас должна быть зарегистрирована ваша организация сесть в налоговых органах, а для ФСС бывает нужным в некоторых случаях отправить заявление на применение, на регистрацию, чтобы вы напрямую на сайте ФСС могли зарегистрироваться. И в этом случае у нас применяется, вот, к сожалению, видите, не так быстро у меня открывается, как мне хотелось бы. Ага, вот. Нет. Не вот. Продолжить это нам не надо. У нас открывается сайт налоговых органов и показывается регистрация наших данных. Абсолютно такая же история с ФСС, но единственное, что поскольку у нас сейчас объединились ФСС и ПФР, то, соответственно, это будет новый объединенный фонд и там будет личный кабинет. Обратите внимание, личный кабинет организации и личный кабинет по работе с электронными листками нетрудоспособности, соответственно, по работе с декретными, с компенсациями, подтверждениями вида деятельности, ну и, собственно, всеми получателями социальных выплат. То есть вы можете видеть на личном кабинете и прохождение вашего документа, его статус, например, или в работе, или отказан гораздо быстрее, чем вам придет, ну, в обычном режиме, например, через СБИС-уведомление. То есть в этом случае вы получаете его, а в случае работы через оператора электронной отчетности вы получаете его сначала на их сайт, потом с их сайта уже на ваш, и ответ, соответственно, сначала на сайт оператора электронных документов оборудоват только потом на сайт либо налоговый, либо фондов. И обратите внимание на статистику. Почему? Потому что, к сожалению, у нас в этом году статистика начала реально штрафовать предприятия. То есть, видите, можно прийти на... зарегистрироваться на таможне. Это я сейчас переключилась на личный кабинет. И попутно через каждый личный кабинет можно использовать выход через госуслуги и использовать другие функции. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok